Can't keep with me, now I'm grown Ребята, привет! А у нас сегодня DIY! Наконец-то DIY! Я очень хочу сделать такие стаканчики, которые можно использовать как для канцелярии, так и для косметики И еще хочу сделать рамку для фотографий в очень модном сейчас стиле Я еще не знаю, что у меня получится, потому что такое раньше я еще не пробовала и не видела, чтобы кто-то делал это таким способом Поэтому это вроде как DIY и проверка DIY, если вдруг ничего не выйдет Ну и давайте переместимся в мое место для творчества И вот оно, мое место для творчества Это моя кухня, потому что это единственное место, где у меня есть стол, единственное место, где я могу хоть что-нибудь сделать Так что добро пожаловать! Первое, что я буду делать, это вот такой стакан для канцелярии, ну или в моем случае для кисточек для макияжа И я буду использовать только проволоку, картон, который я нашла у себя дома и вот такую вот маленькую проволоку для бисероплетения У моих соседей идет ремонт уже третий год подряд И я надеюсь, что мы с вами сможем это игнорировать И что я смогу это игнорировать Я хочу сделать основу из картона, вырезав из него два круга А все остальное сделать с помощью проволоки Итак, привет! Я все еще пытаюсь понять, как вам будет удобнее смотреть Поэтому ставлю камеру в разные места Но все-таки, наверное, вы посмотрите на меня вместе с тем, что я делаю Наверное, так будет намного удобнее, тем более, что я еще сама не знаю, что я хочу сделать в итоге И поэтому буду все обсуждать с вами и все вам рассказывать В общем, сначала хочу сделать из вот этой вот прекрасной проволоки Из вот этой прекрасной проволоки хочу сделать два кольца Потом сделать палочки, которые будут у нас практикально стоять И потом уже соединить эти палочки с помощью вот такой вот диагональной зигзагообразной линии Тоже из проволоки И все соединять буду вот этой вот маленькой проволокой Я специально подбрала ее под цвет большой Чтобы было не очень заметно И я буду ей как бы обматывать места стыковки двух частей, например, проволоки И тогда, я надеюсь, они не будут съезжать Но посмотрим, что выйдет Так, два колечка есть Колечко Блин, так классно было бы такие сережки больше сделать Или не классно, ладно Теперь распрямляю проволоку, чтобы сделать из нее палочки И... ура! Таких палочек мне нужно будет восемь Как ориентир для длины выбираю вот эту вот кисточку Потому что как раз такие кисти из этой коллекции И не только такие Но, в общем, все эти кисточки будут храниться у меня в этом стаканчике Если у меня получится его сделать Мои палочки будут по 14 сантиметров Но если вы делаете для чего-то другого То понятное дело, что длина может быть у вас тоже другая Кстати, плюс я добавляю еще по сантиметру То есть получается 15 сантиметров Потому что я буду делать такие небольшие крючочки на двух сторонах палочек Чтобы они цеплялись за наши кольца Восемь палочек Кстати, очень красивая вот эта вот проволока Она такая неровная, а немного ребристая Поэтому получается очень красивая текстура Я думаю, стаканчик будет очень красивый В общем, все красивое Мне очень нравится, как это все выглядит Цвет такой, как будто бы розовое золото или розовая медь В общем, я в восторге Если получится, это будет просто супер И теперь я их выравниваю и сразу же делаю на кончиках крючочки небольшие С помощью этой штуки Не знаю, как это называется Плоскогубцы, по-моему В общем, я беру совсем чуть-чуть Чтобы был небольшой крючочек И его вот так вот загибаю И еще главное, что нужно не забыть Чтобы вот эти вот крючочки смотрели Как бы в одну сторону заворачивались Потому что у нас будет одно кольцо снизу Одно кольцо сверху И будет красивее, если... Ну как будет красивее? Вы по-другому не сделаете В общем, лучше сделать так, чтобы крючочки были вот так Эть, эть, в одну сторону все Ну вот, крючочки и сделала Такие миленькие Правда, не знаю, поможет мне это или нет Так, ну и теперь нужно сделать Зигзагообразную линию Из проволоки Вот эта вот штуковина Которая у нас Зигзагообразная Вообще никак сюда не идет Теперь, когда я сделала 8 палочек Два вот таких колечка Я буду пытаться все это соединить И скрепить вот такой Маленькой проволокой Для бисероплетения Блин, легче было с Алик купить Ну пока что получается вот такая вот Кривая клетка для какой-нибудь кривой птицы Посмотрим, что будет дальше Возможно, у меня получится Все это как-нибудь исправить И в итоге это будет красиво Надеюсь ли я на это Да Получится ли это Скорее всего, нет Сейчас я хочу приклеить Вот эту вот штучку На основании И основания я делала два Чтобы одно сделать внизу А другое сверху приклеить Но у меня с одной стороны оно коричневое То есть я коричневыми сторонами Буду друг к другу это все приклеивать А с этой стороны оно белое Я не хочу его таким оставлять Потому что это, наверное, будет очень сильно пачкаться Не знаю У меня есть двусторонняя Как это? Клейкая двусторонняя лента В общем, это будет клейкая двусторонняя штука И как на тортик И сверху приклею еще одну часть низа Я большая молодец Я не сняла часть видео, где я все это заклеиваю клеем Потому что я думала, что я включила видео Но я его не включила Короче, почти ничего не произошло Кроме того, что я две части низа Приклеиваю друг к другу сейчас Одну снизу, другую сверху И у меня клей течет во все разные стороны И сейчас я туда положу ватный диск Потому что слишком много места получается Между двумя частями И они не приклеиваются И с помощью ватного диска Я надеюсь, все это друг к другу приклеится И будет нормально лежать Да, вот, вообще отлично получилось Только единственная проблема, которая все еще остается То, что палки кривые И то, что они не идеально одинаковые по длине То есть по высоте И получается, что все немножечко кривое А ватный диск был вообще суперской идеей Окей, время сказать, что происходит Не смотрите на это Это вы все увидите через пару минут в другом диайвайе Просто это приклеилось к столу И я не могу это отклеить А я хочу рассказать про стаканчик Он подсох И теперь я решила Я посмотрела Я посмотрела, что вот эта вот штуковина Которая у нас зигзагообразная Вообще никак сюда не идет Потому что зигзаги нужно было делать По тем местам Сгибать, где идут вот эти линии А это заранее было непонятно Потому что непонятно, где они бы оказались После того, как я все это сделала Потому что это все очень сильно гнется И гнется в разные стороны Поэтому я решила не париться И немного все поменять И просто кусочком той же самой проволоки Обвить вот этот вот весь стаканчик И получилось вот так И теперь я прикрепляю все это внизу Чтобы ничего не отвалилось Прикрепляю я все это маленькой проволокой И хочу рассказать про то, какие ошибки я допустила И что я сделала правильно Нужно брать проволоку, которая будет тверже Она не должна гнуться вообще И лучше взять два вида проволоки Для вот этих вот вертикальных палочек Лучше взять твердую проволоку Которая почти не гнется А для украшения То есть, например, как у меня Вот так вот идет вокруг стаканчика Кусочек проволоки Вот для таких вещей Лучше взять проволоку Которая гнется хорошо Типа моей То есть она такая декоративная Удобненькая И я хорошо сделала, что я купила Вот эту вот маленькую проволочку Которой я теперь скрепляю все части Я просто все это так по-разному обматываю И на самом деле держится круто Поэтому это была хорошей идеей Круто, круто Вы смогли посмотреть, чем окончились Все мои мучения со стаканчиком Для кисточек Или для канцелярии Я этого не знаю Потому что он все еще стоит передо мной Ну а я пока он склеивается Попробую сделать другую вещь Я очень давно хотела Такую рамку Как бы для фотографий Но не совсем рамку А скорее то, что вешают на стену Такую сетку Которая обычно состоит Из металлических прутьев Черных в основном Но я нашла Очень прикольную Красивую проволоку Она плоская И она такая Нежно-розового цвета Немного золотистого Мне очень понравилась она По цвету Поэтому я решила Использовать ее Разрежу на части Которые мне нужны И все это склею Я думаю, это будет намного проще Чем все мои мучения С этим стаканчиком Потому что должно все Получиться хорошо Тут как бы не может Что-то пойти плохо Как все это опасно сейчас Я думаю, что Когда у тебя что-то не получается Что может случиться Говорила я Это самый легкий диайвай Говорила я У меня есть суперклей Для металлических изделий Клеймомент На котором написано Что он высокопрочный И есть вот эта вот Красивенная проволока Из-за того, что она плоская Ее будет очень удобно Между собой склеивать Так что сейчас я ее открою Разрежу на нужные мне части И склею все это И посмотрим Как это будет выглядеть Я сейчас нарезаю палочки И я решила Что у меня будут палочки По 30 сантиметров И мне нужно будет Таких палочек Сколько? 14 Потому что я буду их располагать На расстоянии 5 сантиметров Друг от друга Вот что может случиться Они не могут выровняться нормально То есть они выравниваются Но из-за того, что они такие мягкие Они постоянно гнутся Во всякие разные стороны Их, конечно, выровнять-то легко Как бы выравнивать легко Но вот выровнять идеально Их очень сложно И лучше бы они изначально были Идеально ровными Не пришлось бы вообще С ними ничего делать Просто разрезать и склеить Но Такие некоторые эти штуки Кривые Просто кривули Вот ты Что ты такой кривой? А у нас сегодня день 2 Я решила не показывать Как я доклеивала все Чтобы сделать вот эту вот сеточку И, кстати, она получилась Намного лучше, чем я думала Она даже такая интересная Конечно, она не идеально ровная Но мне очень нравится, как вышло И, возможно, это даже красивее Чем если бы я заказала все-таки С Алиэкспресса обычную черную Но советую все-таки Очень советую Брать действительно прямые И не гнущиеся почти Части проволоки Части проволоки Проволоку В общем, берите ту Которая не будет так сильно гнуться И не будет так сильно усложнять вам процесс Потому что Из-за того, что это вот гнулось Она еще не во всех местах склеивалась Мне приходилось ее склеивать еще раз Так что берите лучше Что-нибудь попрочнее Вот Ну а так Вообще прикольно Мне нравится Субтитры сделал DimaTorzok А мы сейчас сделаем еще кое-что Это рамка для фотографий Наподобие вот такой Но делать я буду ее уже не из проволоки Потому что Я поняла, насколько она гнется И лучше все-таки сделать из чего-то другого Поэтому я нашла у себя Вот такие палочки Из фикс-прайса для шашлыка И еще у меня есть Из фикс-прайса тоже Рамка для фотографий Единственное, что Эта рамка должна стоять на вот этой вот подставке Подножке Но так как она у нас станет больше по размеру Вот эта подножка подходить Уже перестанет под рамку Поэтому придется, наверное, ее облокачивать на стену Но я считаю, что все равно так будет красиво Тем более рамки обычно у стены стоят Возможно, я потом переделаю вот эту вот штучку И как-нибудь ее удлиню Но пока вопрос не в этом А вопрос в том, как сделать все, что вокруг будет Вот этой рамки И у меня есть куча палочек Куча красок здесь вот лежит И еще есть пакет Я решила красить не кисточкой А просто засунуть руку в пакет Потом вот так вот набирать немножко краски И палочку всю красить Потому что я думаю, что так намного быстрее И удобнее получится, чем кисточкой все это раскрашивать Я попробую сначала с золотой начать Если мне не понравится Возможно, я буду красить или другой золотой Или вообще черный Ну и клей-момент-кристалл Я вчера его не использовала Потому что для проволоки он не очень хорошо подходит Так как с металлами он не работает По крайней мере, как написано было на нем Ну а для дерева То есть для деревянных палочек для шашлака Он подойдет просто идеально Так что буду пользоваться им Тем более, что он прозрачный И надеюсь, не оставится ледов Вот эти вот два треугольничка из бумаги Я сделала для того, чтобы на них потом Ставить палочки, чтобы они высыхали Это точно намного быстрее, чем если бы я делала это кисточкой Только нужна вторая площадка Палочки покрашены Я не считала, сколько мне нужно Для того, чтобы сделать рамку Но я думаю, что такого количества хватит Если что, я еще их докрашу И сейчас, пока палочки сохнут Я покрашу рамку в такой же цвет Палочки уже высохли А значит, их можно резать на нужные нам части Вау! Разрезала палочки Пока что сделала немного Только то, что будет прямо вокруг рамки идти И самая крайняя граница То есть 4 и 4 палочки И все, которые будут между Буду резать потом Чтобы на всякий случай где-нибудь не накосячить И чтобы все идеально по размеру друг другу подходило И пока я все это резала У меня более-менее высохла рамочка Сейчас я нанесу на нее последний слой И потом он тоже подсохнет И можно будет уже все это друг к другу приклеивать Рамка высохла Теперь буду приклеивать к ней палочки А вам удобнее будет, наверное, отсюда смотреть Итак, что происходит Я наклеила палочки с 4 сторон рамки Чтобы потом клеить к ним остальные Склеила внешнюю рамочку Потом перевернула все это дело И все остальные маленькие палочки подрезала Как мне нужно И располагала как бы поверх тех палочек Которые были изначально То есть внутренние и внешние стороны рамки И все это делала с изнанки рамки Чтобы было красивее потом спереди Так, маленький клей у меня закончился И поэтому я все-таки возвращаюсь к этому Клей момент кристаллу Но все самые важные детали Которые должны были схватиться быстро Я уже склеила Это внешняя рамка и внутренняя Кстати, внутреннюю тоже можно на клей момент кристалл приклеить Но вот эти вот все части Можно клеить и обычным клеем Вот таким Потому что, в принципе, нам не нужно срочно приклеить их И можно и подождать Они так все равно будут лежать еще И высыхать какое-то время Самое главное было приклеить вот здесь Вот четыре стороны И приклеить к ним вот эти вот жердочки А все остальные уже лежат сверху И намного удобнее, в общем, все это делать теперь Ну вот и все На это у меня ушло вот столько палочек Пишу, потому что не помню, сколько я вообще в начале их красила Ну и даже немножечко осталось Но вообще у всех может выйти по-разному Потому что я создавала свой собственный дизайн Я думаю, можно вообще в каком угодном порядке Все эти палочки приклеивать Я просто смотрела на то, как будет красивее по внешнему виду И как будет более-менее прочно Я, например, смотрела, где палочки на одинаковой высоте лежат Это значит, что будет удобно на них приклеить третью палочку Или смотрела, что палочки в уголочке не очень прочные Поэтому лучше их укрепить еще одной палочкой Так что, в общем, тут миллион вообще вариантов, как можно это все сделать Я просто сделала одним из миллионов этих вариантов И давайте посмотрим, что получилось в финальной кадре Ну что, вот такие интересные штуки получились Я вообще не ожидала того, что это выйдет настолько круто Потому что, если честно, пока я все это делала Единственное, что у меня было в голове Это страх Страх и в первый день усталость Потому что я думала, что ничего не получится Я видела, как вот эти проволоки все время искривлялись Все время куда-то в какую-то не ту сторону загибались И я думала, что все уже вообще Все потеряно Думаю, даже видео не буду выпускать Потому что ничего не получается А в итоге все так засохло Весь клей И так круто получилось И как все это сейчас выглядит Это просто нереально шикарно Так что я очень рада, что я это сделала Мне даже не жалко потраченных сил и потраченного времени Потому что я вначале говорила Не знаю, будет это видео или нет Может, я вырежу этот момент В общем, я там говорила, что типа Блин, зачем вообще я это делаю? Надо было на Алике заказывать Ребята, не делайте этого Но на самом деле делайте Потому что, ну, прикольно Вот рамка, наверное, мне понравилась больше всего Последняя по именно тому, как все я делала Мне больше всего это кайф доставило, наверное Потому что не гнулись вот эти вот части Они были деревянные, крепкие Так что просто берите реально проволоку, которая не гнется Уже, наверное, в третий раз я поговорю Ну и вот, напишите, пожалуйста, мне Что понравилось вам больше всего И что бы вы хотели повторить И проголосуйте вот в опросике Не то, что даже напишите А проголосуйте, пожалуйста, там в опросике Или нет, наверное, он в этом там Блин, я уже не помню Я каждый раз в одну и ту же сторону куда-то показываю А потом оказывается, что это в другом есть И все, поэтому Ладно, в общем, сейчас вылезет опрос Пожалуйста, проголосуйте И еще у меня там есть такая штука Типа лучший комментарий Поэтому можно какой-нибудь комментарий мне оставить И, возможно, он будет лучшим И я его в конце следующего видео покажу И сейчас будет тоже вставочка такая С лучшим комментарием, который был под предыдущим видео Так что вот Я вас всех очень люблю Спасибо большое, что вы меня смотрите до конца Это вообще какое-то чудо Вот Ну и до встречи в новых видео Пока Такая, эээ, хочу делать дальше Пока Субтитры сделал DimaTorzok